добрый вечер дорогие друзья в эфире программы эксклюзивное интервью которую веду я нина демогла сегодня мы политическую ситуацию в стране и о подготовке к предвыборной кампании поговорим с гостем нашей студии с политологом депутатом парламента богданом цирдий господин цирдия здравствуйте рада вас приветствовать нашей студии вопросов к вам очень много вы давно не были у нас студии скажите пожалуйста вы всегда с большой охотой комментируете те или иные происходящие события вот с тех пор пока вас не было у нас студии как что кардинально изменилось на ваш взгляд и изменилось ли что-то ожидали ли вы что ситуация повернется именно таким образом что нас ждут досрочные выборы что они пройдут именно в июле ну что произошло кардинально конституционный суд полностью полностью далек под послов и под мою санду отменили чрезвычайное положение распустили парламент при наличии парламентского большинства и это в парламентской республике что впервые в истории страны можно сказать потому что даже в 2019 году ситуация была чуть-чуть другой в четвертых впервые наверное мы увидели очень жесткую позицию мидо российской федерации который заявил что в республике молдова послы евросоюза из сша цинично нагло жестко вмешиваются в выборы цинично нагло жестко и во внутренней ситуации республики молдова и самое может быть один интересный момент который тогда не был обратите внимание вот за последние буквально два месяца как выросли цены на продукты питания 20-30 процентов она бензин даже вчера вы заметили еще на один лей а всего вот за эти три-четыре месяца до цена на бензин выросла буквально на 5 лей то есть она уже в зоне одного евро как и в европейском союзе и и даже цена на хлеб поднялась благодаря картельному сговору трех частных предприятий которые которых мы подозреваем связях с правыми с правыми партиями если вы подозреваете нарэ конечно подозреваем не только подозреваем но я и писал об этом неоднократно и приводил аргументы что в нарэ все директора все директора это представители лдпм и дпм то есть это политические партнеры мали санду и более того я вам напомню что цены на бензин среди первых поднимал всегда бимол и тирекс я вам напомню телезрителям тоже что в бимоле управляет господин кирилл габурич который напомним еще раз нашим согражданам был раз начальник май санду будущий премьером она была министром 2015 2 был спонсором президентской компании май санду там речь шла сотни тысяч лев которые бимол заплатил за компанию май санду это стать открытые цифры их можно найти и второй пункт тирекс давайте не забудем что госпожа судья ли любашова да она была выдвинута лично моей санду вы помните когда тот конкурс проходил она там по-английски типа говорила а и к ноу за майк не хорд стану там ужас так вот она является акционером акционером тирекс петро и вот эти две компании да то одна первая повышает то вторая да там там у них соревнования идет и уже за ними все остальные подпевают подборные аплодисменты нары нары где еще раз повторимся да вот все члены лдпм и дпм которых моя санду публично называет своими партнерами публично выставила фотографии с павлом филиппом и со всеми остальными вот какие изменения произошли буквально за эти дни но и последнее наверно это и мы поговорим конечно я думаю это ну беспрецедентное понимаете вмешательство послов послов особенно послал с сша и за ним буквально гонится посол вес михалка в оценке политической ситуации прочитаю в рекомендациях всяких критики на он название уже вышли стали назвать вот это вор и вот хорошие люди это бандиты это правильные товарищи то есть ну просто же вы постоянно связывать это с неким внешним управлением говорите о том что страна у нас захвачена что сегодня послы решают больше чем политические деятели в нашей стране но вот вы говорите одно господин михалка например заявляет что вот недавно он заявил что к власти рвутся те кто участвовал в захвате государства его это очень беспокоит а что не так в чем проблема вообще из того что заявляет господин михалка знаете я бы хотел попросить господина михалка быть конкретнее да я всегда в телеграме когда он делает какие-то заявления просто просто разношу их в пух и в прах потому что ну посол если посол да это дипломат который выражает должен выражать интересы своей страны защищать интерес своей страны своих граждан и не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства есть конвенская конвенция что что вы скажете вот господин михалка заявил опять повторю к власти рвутся те кто участвовал захвате государства если на его взгляд придут те депутаты в парламенте которые на его взгляд повторюсь участвовали в захвате этого государства то у нас снова ждут досрочные выборы знаете учитывая то что вы сказали что конституционный сегодня также подковали так давайте так по пунктам а кто участвовал в захвате государства мне просто любопытно понять потому что речь шла тогда в 2014 2015 годах если о том речь тогда была у вас и лдпм да они же имели премьер-министра история успеха они имели премьер-министра тогда президентом был тимофти который выдвигался тоже и продвигался лично филатами лдпм и тогда спикером был насколько я помню господин канду до финн полхотнюка но все эти три партии то есть и дпм и лдпм поддержали мою санду и на президентских выборах 2016 и на президентских выборах 2020 года она фотографировалась сейчас с павлом филиппом да она фотографировалась и как вам сказать получала поддержку от господина канду о чем он заявил публично и открыто более того сам посол михалко и посол сша господин хоган имеют десятки фотографий понимаете из канду лидером по молдова и с павлом филиппом лидером демпартии даже с владом плохотнюком то есть непосредственными участниками процесса захвата государства тогда кто рвется к власти я бы хотел понять о ком он имеет кого он имеет ввиду если он имеет ввиду плохотнюка то почему тогда встречался и хоган и и михалко с плохотнюком да почему они вместо того чтобы аль помочь арестовать плохотнюка те же американцы америка и господин хоган вывел его из страны дал ему убежище соединенных штатах не вернул нам ни одного лея не помог вернуть из украденного миллиарда не помогли вернуть плохотнюка в кандалах интерпол который кстати вы же понимает что там полностью контролирует все сша так и не подал не среагировал на запрос россии на запрос молодого чтобы объявить плохотнюка в международный розыск то есть господа товарищи именно ваши граждане до граждане с румынским американским гражданством крали находились у власти во время захвата государства да ты плохотнюк ирала филипп лянка габурич и так далее 2 они непосредственные участники и даже бенефициары кражи миллиарда да или нет деньги украдены миллиард миллиард ушли в ваши американские офшоры да неважно где-то сейшел канары там и так далее 44 эти господа которые участвовали в краже миллиарда плохотнюк иралов допустим находится в сша иралов до сих пор там лянка находится в румынии господин теренчук к примеру до которую вы же видели видео было как он там деньги берет и так далее находится то в румынии то в италии так я не могу понять вы кого обвиняете в том что страна была захвачена и был украден миллиард вы обвиняете нас или самих себя надо начать самих себя надо извиниться перед гражданами молдовы что вы привели к власти воров олигархов и бандитов вы помогли им захватить власть поджечь парламент 2009 президентуру поставить флаг чужого государства над этими органами вы помогли им приватизировать бем ведь это была рекомендация мвф украсть миллиард ликвидировать дребанк это тоже рекомендация мвф понимаете приватизировать всю банковскую систему и продать ее вашим же банком немецким банком то есть берду и другим банком где мажоритарный капитал является германия то есть вы назвали вот привели к власти воров назвали это историей успеха закрывали глаза на 10 лет грабежа закрытие школ краж миллиарда ландроматов и так далее а теперь вы возмущаетесь и требуете чего-то от богдана цирдель от игоря дадон которые находились в 2014 я вообще не был в парламенте напомню вам до 2014 а с 2015 по 19 год мы находились жесткой оппозиции мы первыми объявили о краже миллиарда я был одним из авторов декларации о захваченном государстве в 2016 году тогда мы за нас за эту декларацию проголосовало 38 депутатов из пк рм и лдп то есть вернее знать того что осталось от лдп после ареста филата мы провели 500 митингов протеста мы партия 500 митингов протеста и сегодня господа послы смеют там что-то намекать на то что мы наверное или кто там еще участвовали в захвате государства может быть и в кражу миллиарда когда мы как раз освободили государство от олигархов вспомните именно господин дадон был тот который не распустил парламент 2019 несмотря на решение конституционного суда именно господин игорь дадон назначил мою санду премьер-министром он назначил а мы голосовали именно господин дадон надавил тогда на конституционный суд и конституционный суд подал в отставку именно господин дадон нам рекомендовал голосовать за правительство мои санду из-за всех этих товарищей которые пришли к власти и подняли цены на опять на бензин на электричество вспомните на 15 процентов выросли тогда в 2019 на все что хочешь поэтому я попросил бы господ послов до или товарищей послов но быть как вам сказать объективней и дипломатичней соответствии с венской конвенцией потому что господин посол михалко допустим никогда бы себе не позволил такого заявить в венгрии или в сша пускай пойдет послом и скажешь а у вас выбор сфальсифицировано в пользу байдена или пускай скажет что у вас там олигархи до миллиардеры ссора со всякие белгейцы и так далее влияют на решение байдена они ведь влияют правильно мы же это понимаем но они этого не сделают они нам диктуют как папуасам вытирают ноги от суверенную страну плюют в лицо этому народу до который быстро дал эту свою независимость выстрадал этот свой суверенитет своей тысячелетним существованием и борьбой за эти ценности и сегодня не издеваясь нам в лицо вы же видели позавчера 30 посольствами сколько там было поздравили молдаван с праздниками лгбт с борьбой пожелали нами дальше бороться за провал гбт я так посмотрел у меня чаю челюсть отпала господин сердио вот вы сказали да вы говорили и ваше мнение по краже миллиарда и по другим процессам которые происходили это это было в прошлом вы сейчас снова уверяете что внешнее влияние присутствует якобы послы борются и влияют на определенные политические процессы а за что они сейчас борются за то что за за то за что боролись и в 2020 году 2009 конечная цель конечная цель состоит в том чтобы первое закончить процесс захвата государства закончить процесс полного внешнего управления ведь пока был игорь радон президентом понимаете они не под контролировали самый главный орган президентуру и поэтому им было тяжело установить полный контроль сейчас они взяли под контроль президентуру совет безопасности национальное агентство по неподкупности службу информации безопасности высший совет магистратуры он полностью под контролем послами майя санду взяли под контроль соответственно цик где председатель данного органа является представителем партии пас потому что моя санду выдвигала данного гражданина эту должность да не я же у нее в кармане конституционный суд конституционный суд который они превратили в главный управленческий орган страны в главный гарант олигархата и колониализма в орган который вместо того чтобы влюсти конституцию меняет ее отменяет статьи аннулирует целые целые статьи которые действовали по 20 лет вы вспомните с президентским президентскими выборами 2016 года что якобы народ должен выбирать и так далее и так далее вот и сейчас им что надо сейчас им нужно взять под контроль парламент а значит и правительство если они берут под контроль парламент то кроме вот этих органов да и нацбанка который у них в кармане хочу опять вам напомнить более того нары который у них тоже в кармане вы живете эти органы не подчиняются нам они вышли из-под народного контроля они вышли из-под народного суверенитета не вышли из-под контроля парламента их объявили независимыми еще при плохотнюке да вот нацбанк нары там генпрокуратура 2016 году приняли законы до что она стала уже независимым органом парламент уже не может назначать и снимать прокурора все его выбирают по разделяем власть разделяем вас они создали нам кучу органов которых назвали нельзя независимыми она деле эти органы независимы от народа от парламента от республики молдова они полностью управляются извне поэтому заканчивая эту эту мысль да напомню вам что буквально вчера высший совет магистратуры то есть который находится в кармане май санду оправдал двух по уши погрязших коррупции судей две недели назад их оправдали и повысили в должности и этот орган май санду увидели чтобы она возмущалась нам чтобы она кричала что происходит ай-яй-яй коррупция воровство нет как мышь молчит вы же видите мышью молчит онемело голос потеряла а вы видели что три недели назад тоже вот благодаря этому высшему совету магистратуру который контролирует судей до плахотнюку плахотнюку закрыли уголовное дело по двойной идентичности вы же помните у него там было этих паспортов плане и уленич и наваг и плахотнюк и там не там дом не фереште что происходило он сам запутался уже понимаете сколько у него паспортов имен фамилий явок и так далее я даже не уверен если он был уверен да какой у него там пол рост и так далее он же в одном он женский пол другому мужской в третьем он гагауз четвертом он молдаванин да и что ладно с плахотнюку ему закрывают уголовное дело вы видели позицию май санду этого борца с коррупцией да я не видел а вы видели а граждане видели опять молчит как мышь понимать опять опять потеряла дар речи зато она борется с коррупционерами вот типа богдана цирби вот я самый крупный коррупционер даже понимаете вот с кем она борется с теми кто боролся с олигархами с теми кто боролся с плохотнюком с теми кто боролся вот с лянг с эфиров говорили о том что сегодня посол ставит условия генпрокуратуре и правоохранительным органам что они должны якобы арестовать ваш с и ваших коллег о чем вы вообще говорили можно подробнее разговаривать так там была вырвана чуть из контекста о чем я говорил ну вы видели покажите мне ту страну вот я хочу увидеть чтобы в сша посол китая заехал вот так на своем джипе на хум мало должен асфальт он на клумбу заехал понимает вот так машиной проехался затоптал там все эти цветы и так далее как где у демпрокуратуры посол саша заехал и это уже третий раз наверно встречается с демпрокурором за буквально за два-три месяца пришел демпрокурор стал ему объяснять там политику партии и что-то вообще пола какая кстати встречи бы не но вы себе представляешь что посол китая пришел к американскому демпрокурору вы себе такое править представляет или посол венгрии к румынскому демпрокурору или наоборот и что-то ему объяснял про ценности да и принц это делала за ими это не это просто возмутительно это просто уже нам открыто плюют в лицо на открыто плюют в лицо открыто затаптывают прокурора и обратите внимание после этой встречи что происходит а после этой встречи я вижу статьи вот в соросовских сми там журнал де тишина узи ордегарда антикоррупции вот это шобла да соросовская который получает по 500 тысяч по миллиону евро в год для борьбы с коррупцией то есть с оппозицией и смотрю статьи появляются супруга стояного не задекларировала там какой-то курятник да все караул аулеу караул потом второй день супруга стояного акционер там с платоном на украине смотрю опять фейк там фейк здесь фейк номеру опять делают заявление сын там стояного сыграл свадьбу и это преступление уже то есть после каждого визита посла начинается вот мощная медийная атака его лакеев медийных которые взят на грантах сороса на грантов национального фонда демократии так далее другими словами что делает посол почему он приходит туда ну вы же видели за эти полтора года закрыли уголовные дела фактически всем закрыли уголовные дела на маю санду с ее участием в open dialogue закрыли закрыли в 2019 2015 закрыли уголовное дело по ее участию в тендере в тендере по закупке китайских камер для бакалавра тогда ущерб государству был нанесен 7 миллионов лей уголовное дело закрыли еще в 15 потом open dialogue закрыли в 2019 до припасле хогане уже потом не открывают уголовных дел лично мая санду не по участию в голосовании 27 марта 2015 за 5 миллиардов леев банком шора да не за концессию аэропорта когда на 29 мая 2013 тоже подняла вот своей рукой этот момент не и обратите внимание усатому закрыли он там говорил что у него уголовных дел да там как медали у кимирсена все уголовные дела закрыты все уголовные дела закрыты у него два уголовных дела в россии за ландромат и за организацию преступной группировки который занимается сбытом наркотиков в молдове воз не дует со смеху умирают скотт ландьярд он ездил тот же рената дергич что он делал скотт ландьярд кому он давал показания за что он давал показания а может быть там уголовное дело по попытке убийства горбунцова понимаете вот его и держат англичане одной рукой за одно место американцы другой рукой за одно место и куда они покажут на того покажут на того он и гавкает до обычному показывать надо дона или на цирлюда вот и все карманный пудаль посла карманный пудаль посла который лает лает но не кусает он только лает и именно лает на тех кому ему скажут на кого укажут посол говорит ему посол фас все гавкает говорит пас все говорит олзи господин в последнее время все чаще заявляет о любви к русскому миру о том как он скучает по москве о том ну о каких-то ценностях я предлагаю ему вот эту любовь к миру русскому миру показать на деле съездить со мной вместе и сделать фотку до можем у кремля можем у зданий фсб на лубянке можем и у следственного комитета да вот я тоже люблю русский мир и он любит ну давай рената дёрдж вместе полетим в москву прогуляемся в 10 кругов взял ему фсб еще 10 у следственного комитета но можем его мвд как в чем проблема и вот тогда я поверю что он любит русский мир да я поверю что он за русский язык и так далее но я не видел что он спойлер то я не намекаю но тоже ежу понятно мы же видели выборы 2020 года что он там вышел что он там заявил всю к всю всю компанию шел давал на дадона да и облизывал сапоги мая санду она уже не знал от него куда деться она уже убегал он догонял ее за и опять лежит сапог она опять от него он опять уже сторожил его понимаете у офиса чтобы моя григорьевна дайте дайте проявлю уважение пошел отсюда ну дайте вот вся компания была одна и в один вы же вы же видели вы же видели он призвал голосовать за сам туда хорошо пришла сам думать вы видим мы видим все что она творит мы видим все что она творит отменила через конституционный суд статус русского языка то ее люди дину пленгал мария чабану это депутаты блока о ком который она возглавляла они обратились отменили русский язык они обратились они да в конституционный суд был отменен закона миллиарды и и депутат закона миллиарды который был украден плохотнюком там гераловым филатом неважно кем но ее коллегами она участвовала в этой краже и она же ее же депутаты обращаются в конституционный суд и аннулировали этот миллиард так вот рената гердевич вместе с мая санду участвовал в митингах против правительства тиху в митингах против нас в митингах у конституционного суда где граждане типа вот господина вы знаете его костюка кричали что русские свиньи язык свиней и так далее рядом да это сад и со смеху умирал да и по полу катился со смеху да вот вот что такое ренат усатый то есть он как вам сказать это с одной стороны уже сказал да карманный пудель посла с другой стороны это просто просто лакей сегодня мая санду который боится в ее сторону не то что посмотреть гавкнуть боится в сторону посла сша в сторону мая санду до сторону нато в сторону посла румынии и когда ему делают вот так пальцем он на четвереньках понимаете вот бежит быстрее за один сырдя давайте ну а что неравление ну например господину сады без оскорблений он вчера вышел в эфире называл меня дебилом вы понимаете он выходит в эфире там у одной журналистки кстати на в одном телеканале бывшим работал и хорошо господин фабе буквально обматерил меня господин и я с ним должен вот с отвертюлением до 400 килограммовым вот так сосказа оскорблений господин скорбления скажите пожалуйста вот усатый например говорит также очень много не совсем таких патриотичных причин называет что говоря о том что заставило объединиться партию социалистов и партию коммунистов по он напоминает как господин воронин говорил о господине додоне скажите пожалуйста что действительно заставила так скажем пойти на определенные договоренности додона и воронина знаете я не хочу напоминать что вы его воронина самому а самому сатам но знали на бомжом и так далее хватит но когда мы говорим об объединении объединяется бывшая была когда-то у власти кпсс рухнула кпсс рухнул совесть союз да почему запретили кпсс чтобы уничтожить совесть союз потом была у власти пкрм который был осколком кпсс после 2009 года олигархи которые находились у власти филат плохотнюк гимпу частично усатый который был напомню советником филата а потом лакеем плохотнюка да они стали уничтожать и раздроблять пкрм по прямому указанию запада сначала закрыли их телевидение нет да потом их порталы закрыли потом милить черпи молот помните смотрела интервью господина воронина который сказал впервые в своей жизни очень интересный момент что плохотнюк официально был советником ильеску президента румынии ну по крайней мере ильеску его рекомендовал воронину господин воронин сказал что это точно его информация что он выдает просто ее впервые в медийное пространство что господин плохотнюк был советником господина ильеску и что они когда громили партию коммунистов как господин делали по заказу румын но крышевала их крышевали их соединенные штаты америки опять же цитирую господина воронина и слушали вполне возможно возможно потому что одну были статьи в румынской одиверу и в других румынских солидных газетах кстати где описывали что его советник плохотнюка кстати бывший козьмин гуша писал что плохотнюк был связан с службой внешней разведки румынии сия сервичу информации экстерны и что румынские спецслужбы что это был проектом у нас их спецслужб который закинули его в молдову поставили его директором петрома оттуда благодаря вот этим ресурсам которые появились финансовым помогли ему сблизиться войти в определенные скажем так круги власти приватизировать определенные там взять акции виктория банк первого канала потом кодру потом но бел потом так и вот так создать систему мощного внешнего управления плохотнюк еще раз говорю он был как вам сказать фонариотом и вот он установил этот фонариотский режим в республике молдова и майя сандо тоже фонариот это не выразитель молдова это не наш господарь скажем так да это не наш князь не наш президент это назначенец извне из порта из вашингтона который должен грабить эту страну должен превратить ее в военный плацдарм и должен эту страну использовать для для военных и политических целей порта или данном случае до вашингтона и плохотнюк был сделал свое грязное дело он продал все банки он продал все страничные предприятия он уничтожил некоторые пророссийские партии до по караме и так далее он уничтожил российские телевидение запретив российские меня не русский язык уничтожил и потом когда когда мавр сделал свое дело мавро убрали убрали потом мою санду используют наверно могут использовать для войны в приднестровье там украины и так далее когда она замажется полностью они будут использовать для чего первое она должна будет вернуть стадион республиканск уже в июне посольство посольству саша и она вернет поспорим увидеть 2 она должна будет запретить опять российские новостные каналы вот я бы один из авторов проекта по российским новостным каналам чтобы вернуть их она должна будет их запретить потому что она шестерка госдепа и она не может по-другому действовать она не суверен она у окей она шестерка она слуга и она будет исполнять волю господина 3 она должна будет принять рано или поздно закона продажи земли иностранцам это уже понятно 4 она уже запретила вот мы еще поговорим над я думаю но запретила уже эти законы о квотах по защите суп нашего производителя став на сторону супермаркетов на она уже защитила мвф отменив законы о миллиарде и далее от нее будут ждать войну войну когда она вот погрязнет в этом и испачкается полностью она замажется очень быстро она не филат она не плохотнюк у них нет у нее нет ее воли она не не добилась одного ли не заработала сама в этой жизни за нее все платили то шор то филат то габурич там спонсировал то стур задавал ей на телохранителя оплачивал до шор оплачивал избирательную компанию и так далее вы как политолог господин серди вы знаете у меня был человек который обладает политчутьем кстати определенным политчутьем это господин макану кстати сейчас к нему большие вопросы он приходил ко мне на протяжении года несколько раз и я помню как он критиковал мою сам партию действий солидарность что там бандиты что там не адекват и что там главный дебил да да вышел и сказал надо проголосовать за мою саму это не о том кто-то в том контексте в том контексте когда он критиковал госпожу санду он сетовал на наши лектораты на наших людей и говорил что нашим людям свойственно очаровываться что они были очарованы филатом они потом очаровывались лянка они теперь очаровываются госпожой санду и он говорил что вот это очарование она длится от года до трех лет и сегодня у вас как у политолога хочу спросить многие политологи все-таки говорят что это очарованность политикам она не так быстро и проходит мы видим например на украине что происходит у нас ментально наш народ один и тот же практически не зеленский 70 процентов полтора года назад сегодня у него уже меньше чем у медведчука его партия имеет 15 процентов украинская рада чья сегодня украинская рада американцев американского посла они его он вообще там никто зовут его никак от него ничего не зависит я думаю что он и извиняюсь за режим в туалет не может пойти без разрешения посла и у нас моя санду то же самое это же это же клон зеленского это же это два братья двое из ларца одинаковых с лица да вы вы поймите правильно вот лянка вы же видели за один год он превратился извиняюсь за выражение в подлянка да вот его так называют сегодня или я не прав может так называют все про плохотнюка молчу им никто и никогда и не очаровывался назвала а филата вы же видите сейчас не клеймит разве что как бы вам сказать но тоже призвал голосовать запас это что не вот сразу и объединяются тоже как или вот здесь я вам хочу обратить два момента внимание два момента быстро первый 2016 год вспомните у нас тасса выше рейтинг чем и мая санду но ему плохотнюк заводит раз уголовное дело 2 уголовное дело еще одного он делал на викт на цопу на его на наша уголовное административное дело на вас или на стаса и что происходит с андреем на стаса он вдруг как вам сказать озаряется мнением что моя санду должна быть единым кандидатом от правы хотя у него было было этим выше то есть тогда посол сломал на стаса тогда посол сломал лупу который за неделю до выборов имея рейтинг снял свою кандидатуру тогда посол сломал ляньку гимпу терток и всех заставил как одного даже плохотнюка и филата заставили подержать мою санду а что значит сломал как он с ними разговорить я закончил эту мысль и отвечу на ваш вопрос 2019 год потом 2020 год на выборах что происходит и мы видим все кандидат как один и андрей на стаса и там лянка и гимпу и все которые были там все поддержали мою санду а сейчас обратите внимание филат становится лидером лдпм и что происходит 1 его снимают с должности лдпм кто снимает ну я сказал кто посол 2 его заставляют ломают через колено заявить что лдпм будет поддерживать мою санду посмотрите дальше мукану но которого заподозрить в любви к мая санду нельзя он же год вашей студии он ее называл как как хочешь и сейчас он выходит до из пены и у рта только моя санду чуть ли не с флагом лгбт бегает вот по по центру столицы и заставили кричит что нужно голосовать запас что произошло спросите посла и он вам напомнит а у нас помните когда мариану дурляштяну мы выдвигали кандидатом в пример что все было хорошо она она чуть или не там не знаю бы была на броневике до хотела прорваться в правительство прошел неделю и позвонили откуда надо от одного посла и от одной структуры от конечной структуре от миши 6 да потому что она проживает в лондоне она имеет собственность в лондоне там у нее две крупные большие квартиры буквально рядом с букингенском дворцом и позвонил кто надо как надо и в тот же день появился материал в райзе м.д. который работает со спецслужб про ее имущество она намек поняла и за две минуты до до переду во время переговорного процесса сняла свою кандидатуру нашу пашка судья в конституционном суде тоже позвонили тоже снял свою кандидатуру вот увидите сейчас на этих выборах на этих выборах вы же видите моя санду вчера аннулировала закон не вчера три дня назад аннулировала закон 60 который до защищает нашего отечественного производителя этот закон разработал александр слусарь а мы за него проголосовали вы видели слусаря чтобы он возмущался вы видели чтобы он раскрыл молчит дрожит кстати этот закон кстати этот закон очень бы поддержал действительно наших производителей сельхозпроизводителей ассоциация уни агропроект кстати там господина мэриуц если я не ошибаюсь председатель он очень сильно раз критиков я очень удивилась когда увидела что наши сельхозпроизводители молчат когда госпожа санду своим декретом до отменил это эти законопроекты отправила обратно в парламент потому что действительно это Это именно тот законопроект, который защищает наших сельхозпроизводителей и не позволяет душить крупным компаниям, корпорациям, которые представлены у нас, наших фермеров. И было удивительно, когда, например, беспрецедентную помощь, субсидирование в 1 миллиард было выделено нашим фермерам. И они с тракторами давили и полицейских, и клубы, и вес Кишинев. А тут все молчат. Почему? Ну, вот вы понимаете, мы им дали 1 миллиард леев, беспрецедентная помощь в истории страны. И они вышли тракторами давили, вот вы правильно заметили. Майя Санду отменяет им закон, за который они боролись годами, да, то есть закон номер 60 о торговле, который о чем говорит, расскажу чуть дальше. И они молчат. Почему они молчат? Потому что они боятся все посла, потому что внешнее управление, потому что Санду сегодня говорит от имени посла. И вот все эти, и Слуцарь, и Камба, и Филипп, конечно, конечно боятся. Они все боятся посла как огня. Вы просто, когда будете приглашать на передачу, просто спросите, а что, как вы считаете, вот посол, когда пришел в прокуратуру, заявил, что у нас тут двор и бандиты, это правильно, и увидите, как будут вот так дрожать. Будут дрожать. А здесь речь идет о каком законе? Здесь два закона, Нина. Закон 97. Мы принимали еще в прошлом году, когда, когда супермаркетом поставили квоту, чтобы не менее 50% вы на прилавках Молдовы были местные товары. Вот наша редиска, наша морковь, наши помидоры и так далее. Понятно, что-то не понравилось Кауфланду, который продвигает свою немецкую продукцию, да? И посол ЕС Михалко там буквально в конвульсиях забился, чтобы отменить этот закон. Ничего, закон прошел. А потом мы приняли второй закон, закон 60-й о торговле, который продвигался Слуцарем, который, в свою очередь, продвигался фермерскими ассоциациями всевозможными, уни-агропроектом и так далее. И в чем была суть закона? Я объясню быстро телезрителям. Когда фермер или крестьянин идет в супермаркет и говорит, вот у меня помидоры, я хочу продавать их по 10 лей килограмм. Супермаркет говорит, не, боже упаси, это же бешеные цены, вы нас хотите разорить. Мы вам дадим минус 40%, то есть дадим 6 лей. Крестьянин плачет, ребята, да вы что, да у меня вот то, налоги, засуха, дадим. Рабочая сила. Рабочая сила. Нас не интересует. Или-или. Хорошо, 6 лей дают крестьянину за помидор, за килограмм. А супермаркет за сколько продают эти помидоры? 30 лей, 40 лей, 50 лей и так далее. То есть в 5, 6, 7, 8, 10 раз дороже. Что мы приняли? Мы приняли такой закон, что не может он ставить скидку более 10%. То есть если крестьянин просит 10, чтобы было, к примеру, 9 лей. Я примитивно объясняю ситуацию. И понятно, что Михалка опять выступил, выступил American Chamber, выступили там ассоциации ритейлов, то есть импортеры и крупные супермаркеты. Особенно Кауфланд и так далее. Майя Санду между местным производителем, местным фермером, крестьяльным, который свой потом, кровью и трудом зарабатывает на эти помидоры, редиску и так далее. И МВФ, и крупными супермаркетами, то есть транснациональной олигархи, она выбрала интересы крупных супермаркетов. И все молчат. Ни одного протеста, ни одной декларации. А политически вы на что намекаете, что Настасья и Сусарь тоже призовут голосовать за ПДС? А я не удивлюсь. А я не удивлюсь. Если послу это надо будет, он их заставит. Они сейчас ломаются, они сейчас не хотят, они сейчас пытаются идти в избирательную кампанию. Но вы видели от них хоть одну критику в адрес Майя Санду? Вы видели, чтобы они только, когда появлялись прослушатели, телефонные записи, разговоры в Настасье и Сусаре, они там обсуждали, что Майя Санду это представитель транснациональной мафии, что она голосовала за кражу, за концессию аэропорта, она голосовала за кражу миллиардов. Они говорят об этом там. А вы видели, чтобы они это говорили открыто? Чтобы они хоть как-то покритиковали Майю? Никто, ни Филипп, Павел Филипп, ни Канду даже, ну Канду иногда позволяет себе, ни Гимпу, ни Киртуака, ни Андрея Настаса, ни Сусарь, ни Мунтиану, Валерию, никто сегодня из правых сил не смеет рта раскрыть против Майя Санду. Раньше боялись Плохотнюка, сегодня боялись бояться Санду. Почему? Потому что посол не дремлет. Если ты раскроешь рот против Санду, тебя вызовут, и у тебя такие проблемы начнутся, что ты рад не будешь. И даю вам пример. Дьяков один раз проголосовал с нами там за какой-то проект, на второй день Национальное агентство по неподкупности, которое я вам сказал, что контролируется полностью Майя Санду, и что там все назначаются Плохотнюка, завели на него анкету, обнаружили, что у него есть проблемы с декларацией имущества, и потребовали конфискацию имущества. Что сделал Дьяков? Первый пункт. Начал хвалить Майю Санду вместе с своим братом. Они там уже соревнуются. О, Майя, о, самая мудрая. Первое. Второе. Дьяков начал голосовать все с партии ПАС. Три. Он вышел из списков. Как и Филат отказался участвовать в выборах. Вы заметили, да? Как и Мокану отказался участвовать в выборах. Как и многие другие. Вы их еще увидите. Вы еще их увидите. Как они будут снимать себя с выборов. Как они будут расхваливать Санду. Как они будут дрожащей губой. Говорит, что только Санду, только не знаю что. Вот это называется внешнее управление. То есть правые объединяются, но по-своему. Нет, их объединяют. Их объединяют. Их как овец, понимаете. В Атару загоняют. Там стригут. Дуют. Бьют ногами. И выпускают пастись временами. И главный чабан здесь посол США. И вот эту Атару правых овец гонят и стрижет и делает с ним все, что хочет. Все, что хочет. Вот и все дела. Господин Цирдя, в завершении нашего эфира хотелось бы с вами поговорить по поводу недавнего я смотрела ваш брифинг, где вы с вашим коллегой Бладом Батринчей представили те законопроекты, которым социалистам удалось проголосовать в парламенте, продвинуть в парламенте. Вот сегодня правые у них лозунг, они идут с лозунгом за борьбу с коррупцией. Вы заявляете, что вы будете добиваться все-таки социальных продвижений, культурных, традициональных ценностей, история, язык и так далее. Вы выступали. И вы, кстати, я хочу отметить, что было много интересных проектов. Это повышение пенсии, заработных плат. Кое-что вам удалось сделать, повысить заработные платы врачам. Там законопроекты – это историческая ценность возвращения в лоно государства, исторической ценности, стадион, который должен был уйти под американское посольство. Там языковой вопрос о русском языке, о молдавском языке закрепления в Конституцию. Скажите, пожалуйста, вот эти законопроектов, и еще несколько законопроектов, очень интересных я там увидела. Но практически все, и в том числе по защите местных производителей, эти законопроекты не были утверждены президентом. Я правильно понимаю? Да, ну не все прямо. Наши законопроекты были направлены раз – против олигархата, два – против внешнего управления и колониализма, три – за социальные и этнические права граждан. Поэтому мы приняли русский язык, Санду отменила через свой карманный конституционный суд, да, как и молдавский язык, кстати, статус молдавского языка отменен. Два – мы приняли российские аналитические программы, это пока не отменено, они идут сегодня, новостные программы. Три – мы приняли закон о миллиарде, я там тоже был, кстати, с автором, вот эти три закона, я с автором по миллиарду. Санду не подписала, не промульдировала этот закон, хочу обратить внимание, переложив 25 миллиардов лей на плечи граждан. Знаете, граждане, еще 20 лет как минимум вы не заживете хорошо, потому что с ваших зарплат, с вашего бюджета будут всегда вычитывать деньги в пользу для возвращения этого миллиарда. Четыре – она не промульдировала, ну, закон о Сибе, возвращение к парламенту не прошел, домник Аманоль вернула. Сиба остается у президента? Да, она не промульдировала закон 60-й о торговле. Далее, закон об электричестве, напомню, что два месяца граждан должны были компенсировать по 214 лей в месяц. То есть два месяца – это 428 лей. И это огромное подспорье для пенсионеров, для многодетельных матерей, для инвалидов и так далее. Майя Санду заявила, что этот закон, он не очень хороший, потому что компенсирует и богатым, и бедным. Так, и что? Так ты же президент для всех. Или ты только для богатых, или только для бедных. И в результате, что она сделала? Треснула бедных. Треснула пенсионеров. Это правильно? Так должен делать президент, который якобы является президентом для всех. И тем более, вместо того, чтобы помочь вот этим бедным пенсионерам, которые нищенствуют, нищенствуют, она берет, да, и аннулирует этот закон. И все это, конечно, и последнее, да, что она аннулировала, я опять вам напомню про закон о полномочиях правительству, которое бы дало ему возможность подписать там проект на грант, где-то в зоне, если я не ошибаюсь, нескольких десятков миллионов евро, 50 миллионов где-то, который помог бы построить водоснабжение в Кагуле, в Сороках и так далее. Вот все это Майя Сандо по указке, еще раз вам скажу, МВФ, который был против закона о миллиарде, по указке посла Михалка и Кауфланда, которые были против закона 60 о торговле, по указке Госдепа, который был против закона о русском языке, она взяла и аннулировала часть этих законов через Конституционный суд, а другую часть не промульгировала, не промульгировала. Вот пускай сейчас идет на выборы и объясняет гражданам, почему она им плюнула в лицо, почему она вот пошла против собственного народа. Они говорят, надо сначала повороть коррупцию. Так хорошо, когда ты борешься с коррупцией, то ты борешься с коррупционерами, а не собираешь их вокруг себя. У них в списках уже два уголовника, вы же видели, да? Два уголовника в списках Майя Сандо. Вот один там из Сорок, господин Бабич, у которого уголовное дело, да? Кстати, тоже Соросенок, он руководит НПО «Дача», которая получала десятки тысяч долларов от Фонда Сороса. Еще один уголовник там с юга идет по спискам Майя Сандо. Так я не понял, ты борешься с коррупционерами и уголовниками или защищаешь их и продвигаешь функции? У нее в президентуре там господин Негруса, тот вообще осужден был на три года за коррупцию. У нее там все советы, кто с фальшивым дипломом, кто там с офшорами миллионы крутил, у кого там дом не задекларирован, у кого-то там целые фирмы, понимаете, в Румынии, которые спрятаны от граждан и так далее. И вот с этими людьми ты борешься с коррупцией? Майя Григорьевна, у тебя совесть есть или как? Или ты всех за идиотов считаешь? Еще раз повторюсь, что борьба с коррупцией, да, это главный месседж саросят везде. Они везде приходят. Саакашвили в Грузии, Зеленский на Украине, Сандо в Молдове. Заканчивается чем? Вы видели, в Грузии война, в Украине война, не дай бог в Молдове, чтобы было то же самое. Либо война, либо нищета. Вот и вся суть. Борьба с коррупцией, это используется еще раз вам скажу, для того, чтобы бороться с неугодными политиками, с пророссийскими партиями, которых сразу объявляют коррупционерами. А вот сами коррупционеры, которые имеют по три дома, по пять там Порше и так далее, их продвигают в должности и им закрывают уголовные дела. Вот я вам давал примеры на этой передаче. Скажите, пожалуйста, какой план тогда у вас? Как вы намерены дальше действовать? Вот некоторые законопроекты отменены. Мы видим, что происходит противодействие. Я согласна с тем, что это важные социальные проекты, которые должны были бы быть утверждены в парламенте. Как вы будете дальше действовать? Нет, ну вот смотрите, вы задавали мне вопрос, да, вопрос, почему вы объединились с ПКРМ. И я объяснял, что 55% в Молдове, 55%, кто говорит 60%, возьмем 55%, это евразийские, пророссийские, промолдавские силы. Да, и это промолдавские силы. И понятно, что если мы объединим вот эти промолдавские партии, самые крупные, да, я имею в виду ПКРМ и партию социалистов, мы объединим и прогосударственный, и промолдавский, и евразийский электорат. Если мы его сможем объединить и набрать 55%, да, тогда мы сможем назначить сами правительство, и мы сможем назначить агентства государственные, и мы сможем поломать вот всю эту систему внешнего управления, которую я вам назвал до сих пор. То есть и Конституционные суды, и СИП, и Высший совет магистратуры и так далее. Все вернуть под контроль народа, потому что народ Молдовы должен быть хозяином в своей стране, народ Молдовы должен владеть своей землей, а не народ США. Знаете, как Сталин говорил, знает, что такое демократия? Я думал, демократия власть народа, но тут товарищ Рузвелл мне очень доходчиво объяснил, что демократия это власть американского народа, да. А мы считаем, что демократия это власть молдавского народа над своей землей, над своими недрами, над своими банками, над своими заработками и над своей властью. И это правильно. И вот это главный наш посыл, с чем мы идем на эти выборы. Вернуть власть народу, вернуть награбленное народу, вернуть достоинство нашей стране, нашим гражданам, а значит и уверенность в завтрашний день. Господин Сергей, а насколько объединен левый фланг на сегодняшний день? Ну, вы видите, сегодня мы имеем, как действовали эти ребята, когда Плохотнюк, американцы и так далее. Они раздравляли партию коммунистов, а внутри там различные группировки использовались для борьбы друг против друга. И вот появились, таким образом появились партия Усатова, который был проектом Плохотнюка, это все понимают. Проектом Плохотнюка, чтобы убить Настаса, потом, чтобы убить Филата, своего оппонента, потом, чтобы уничтожить Дадона, то есть второго оппонента, и Плохотнюка, и Санду, и послала, и потом, чтобы уничтожить Настаси. И есть партия Шора, есть партия Шора. Вывод простой. Если не проходит партия Усатова, Если не проходит партия Усатого, государственники смогут набрать большинство. То есть мы с коммунистами сможем набрать большинство, восстановить суверенитет, вернуть ограбленный миллиард и так далее, и дать шанс этой стране на выживание. Если Усатый проходит в парламент, вы же видели, что он сделал на президентских, взял и предал русский мир, взял и предал молдаван, взял и предал всех нас этих граждан и проголосовал за марионетку Сороса, за марионетку Газдепа, который вот сегодня хочет продать нашу Молдову вместе с гражданами, хочет продать ее американцам, хочет продать ее Западу. И в этой ситуации, если Усатый проходит в парламент, он все свои голоса отдаст, он депутатов продаст в оптом и в розницу. Он будет на коленях ползти перед Майей Санду и делать все, что она ему прикажет. А это значит и потеря суверенитета, это значит и, скорее всего, зачистка полная всех левоцентристских, пророссийских партий под предлогом борьбы с коррупцией. И зачисткой будут заниматься коррупционеры. Я не удивлюсь, если в 2020 или 2021 мы не вернем Плохотнюка в Молдову, и Филата, и Плохотнюка, и Лянку. Одного Плохотнюка назначат премьером, Филата назначат директором, министром МВД для борьбы с коррупцией, а Лянку назначат директором Нацбанка, чтобы он управлял миллиардами. Вот я не удивлюсь, что это будет и так и будет, понимаете? То есть коррупционеры будут бороться с коррупцией. Поэтому граждане должны понимать, если вы хотите независимость страны, если вы хотите, чтобы эта страна осталась с колен, нельзя никоим образом голосовать за Санду и за Усатого. Усатый при этом более опасен, потому что у этого человека нет ни идеалов, ни принципов, ни совести. Он готов продаться и предаться кому угодно, когда угодно, и за любую цену. Поэтому нам надо понимать, что на кону судьба нашей Родины, судьба нашей страны, и нужно четко взвесить все и сделать вывод. Как гражданам делать вывод? Вот сейчас начнется медийная атака, уже начинается. На входят разные мифы, потому что они меняются, эти истории. Как объединились партия коммунистов с партией социалистов. У разных кандидатов в депутаты ходят различные статьи, различные атаки в масс-медиа. Как людям, обыкновенному гражданину, который приходит с работы, тратит на свою, на политическую жизнь страны, вникнутую в эту жизнь, они тратят максимум час в сутки. Это в лучшем случае. Давайте так просто. Как им понимать и разбираться? Вы помните, 1999 год, был Стурза, да, спонсор Майсанду. Зарплату платили с калошинами. Это не я говорю, это граждане. Потом пришли коммунисты, зарплату выплачивались деньгами. Индексация пенсии проходила два раза в год, 18%. Индексация пенсии была при Зинаиде Гречаной. Внешние прямые инвестиции в 2008 году, 7-8, это самые крупные инвестиции были за всю историю Молдового, 711 миллионов долларов. До сих пор этот рекорд Додона не побит. Более того, мы имели тогда экономический рост в 8% ВВП. Мы имели внешний долг к ВВП в 13-14%. Воронин взял 70% внешний долг, оставил страну с 14%. Он, когда Воронин был президентом, то есть при коммунистах, скажем так. Гречанный премьер, Додон вице-премьер и министр экономики. Вспомните, пожалуйста, мы имели БЕМ, который был прибыльным банком, приносил дивиденды в госбюджет. Мы имели аэропорт, мы имели табачку, мы имели ЦУМ, мы имели всю землю нашу, мы имели всю банковскую систему. Мы имели все, мы были уже фактически поднимались с колен, становились суверенными. И люди тогда дышали полной грудью. Потом пришли правые, Филат, Плохотнюк, другие, ГИМПУ, подожгли парламент, подожгли президентуру. И вот мы имели 10 лет нищеты и грабежа. Мы имели в 2010-2011 рейдерские атаки на банке, 100 миллионов евро украли из банков. Мы имели в 2012-2015 ландромат, 21 миллиард евро промыли, отмыли через банковскую систему. Мы имели в 2013 приватизацию БЕМ и концессию аэропорта. Мы имели в 2014 кражу миллиарда. Мы имели в 2015 крупные приватизации и отвод более 300 миллионов евро, вывод из Молдовы. Мы имели в 2016-м консессию 40% территории американской фирмы офшорной Фронтерра Ресурсис Лимитед. Мы имели в 2017-м и 2018-м под чутким руководством Павла Филиппа крупнейшую прихватизацию за всю историю страны, когда мы потеряли все. И табачку, и все что угодно, и столовую парламента, и дом печати. Да все что, и уник, и я писал вот такие вот статьи, там, сколько при Павле Филиппе, как была разграблена эта страна и вся наша национальная банковская система. Поэтому граждане должны понимать, при единой ПКРМ было лучше. При Альянсе правых, то есть Санду, Канду, Плохотнюк, Филат, было хуже. И с каждым годом становится все хуже и хуже и хуже. Майя Санду, это сиамский близнец Филата и Плохотнюка. Это реванш, это человек, который пытается взять реванш ЛДПМ за проигрыш, за проигрыш и за потерю власти. И вот эти лакеи, да, вот эти янычары, олигархов и сороса идут сегодня к нам, да, как некогда фонариоты, с одной целью только, чтобы грабить и чтобы уничтожить эту страну. Вот и все. Выбор тут довольно простой с моей точки зрения. Очень простой. Кто мы, кто они, кому служим мы. У меня, допустим, только гражданство Молдовы. У меня нет гражданства Румынии, я не был в фонде Сороса, да, в Сенате. Я не получал там грантов миллионы евро, да, я не крал БЕМ, миллиарды и так далее. И Додон тоже самое, кстати. И Додон тоже самое, и Воронин тоже самое. А посмотрите на их. Кто они там? Кто Маясанду, кто Филат, кто Канду, кто Плохотнюк, кто Алайба, который якобы борется с Плохотнюком, а его фирма Уралис заработала там 40 миллионов леев на тендерах при полном режиме Плохотнюка. Так я не понял, ты боролся с Плохотнюком или зарабатывал с ним? Господин Сердя, в завершении у нас время истекло, к сожалению. В завершении хочу очень коротко, чтобы вы ответили на один вопрос. Вот вы говорите, да, мы левый фланг, мы объединяем левых и так далее. Что все-таки, вы можете подробнее, но емко, но коротко рассказать, что происходит с законопроектом о русском языке? Потому что сегодня мы видим, что и представители правых партий говорят на русском, говорят, какие проблемы у нас сегодня с русским языком в Молдове. Проблем нет. Знаете, во-первых, вам на русском языке не ответят ни в одном государственном органе. Не ответят, просто-напросто. Вам скажут говорить на человеческом языке. Это первое. Два, судебная инстанция вам никогда не переведут, вам просто не переведут. А три, самое главное, и давайте с этим согласимся. Молдова – это этнократическое государство, диктаторское, олигархическое, этнократическое. То есть вы никогда не увидите президента не молдаванина или румына, вы видели президента русского у нас или украинца, или гагауза. Вы никогда не увидите премьера русского украинца гагауза. Вы никогда не увидите спикера русского украинского гагауза и так далее. Понимаете, о чем речь? И вы, и к этой категории граждан всегда будут относиться вот эти правосетии, так называемые, как граждан второго сорта. И будут всегда им запрещать русский язык, русские СМИ, русские школы закрывать. На корню причем. Вы посмотрите, сколько школ закрыто. На корню закрываются русские детсады, русские школы, русские группы в университетах и так далее. И при этом Майя Санду выходит и говорит, я буду защищать права русскоязычных. А в парламенте партия Действия и Солидарность поддержала? Кто поддержал, скажите, в парламенте это законопроект? Только Мэй Шор. Только по Сармэй фракции Шор, да. Демпартия была против, группа про Молдову Канду была против. А кто подал в Конституционный суд заявление? В Конституционный суд подал заявление тогда против закона о русском языке Дину Плэнгэу, Мария Чобану, которые являлись депутатами блока АКУМ, которую возглавляла Майя Санду. И Майя Санду, я вам еще раз напомню, что слово не сказала в защиту русского языка. Слово не сказала. Более того, я вам напомню, что когда отменили статус русского языка, а значит и молдавского, и молдавского, она обещала в Европе румынскому депутату и сенатору, что после парламентских выборов она поменяет Конституцию, и молдавский язык заменит румынским. Она это обещала публично, и вы это видели, я уверен. Спасибо за интересную беседу, господин Цирдя. К сожалению, не все мы успели с вами обсудить, но я думаю, что у нас еще будет возможность пообщаться в рамках этой студии. Спасибо огромное за интересную беседу. Дорогие телезрители, я напомню, что в эфире была программа «Эксклюзивное интервью». Сегодня специальным гостем нашего эфира был депутат парламента, политолог Богдан Цирдя. Я напоминаю, что в записи вы эту программу сможете посмотреть на нашем YouTube-канале «Рен Молдова», а также самые интересные фрагменты этого интервью вы увидите на нашем Telegram-канале «Нина Зимогла». Я желаю вам хорошего вечера, впереди вас ждет много интересного, оставайтесь с нами.